Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главные темы выпуска. Придал волшебное ускорение. Глава Самары оценил, как городские службы справились с первым серьезным снегопадом. Рождение клонов. Генная инженерия на службе у ракетной отрасли. Счастье в Кубе. Репортаж о семье, в одночасье ставшей многодетной. Весь мир потрясла трагедия во Франции, случившаяся 13 ноября в Париже. Крупнейший в истории этой страны теракт унес жизни 132 человек. Более 350 ранены. На лентах новостей появились сообщения о возможной гибели гражданки России Натальи Муравьевой-Лорен. Эту информацию подтвердил ее муж. Все минувшие выходные россияне несли цветы и записки со словами сочувствия к посольству Франции в Москве и генконсульству в Санкт-Петербурге. В Самаре люди оставляли цветы у культурно-образовательного центра «Альянс Францесс». Конечно, печально. Мы вообще скорбили все эти выходные. Надо обязательно сейчас цветочки принесем тоже. Так как я француз, то, конечно, был очень тронут, когда люди, знакомые со мной лично, с «Альянс Францесс», выражали соболезнования. И это говорит о том, что Россия и Франция идут вместе, и мы вместе можем бороться против этих террористических атак. В адрес посольства Франции телеграмму направила губернатор Самарской области. Он выразил соболезнования от имени жителей региона. Николай Меркушкин назвал терроризм угрозой номер один для всего мирового сообщества. Глава региона также высказал уверенность, что безопасность наших сограждан будет надежно обеспечена. Конец цитаты. Сразу две нелепые аварии произошли в Самаре в выходные. Ночь с пятницы на субботу внедорожник снес остановку на площади революции. После аварии водитель иномарки, быстро уехавший на монтаж, не знал, что за ним наблюдали активисты ночного патруля, которые сообщили обо всем в полицию. Прибывшие сотрудники ГИБДД составили на виновника ДТП административный протокол. Еще один инцидент произошел в субботу утром на улице 22-го портсъезда. Трамвай сошел с рельсов, перегородив проезжую часть почти полностью. ЧП случилось недалеко от рынка Норд. Предположительно, в аварии виноват водитель легкового автомобиля. Утро понедельника не стало добрым для самарских автомобилистов. Пробки были на улицах Новосадовой, Советской армии, Нововокзальной и почти на всей протяженности Московского шоссе от мехзавода до аэрокосмического университета. Здесь ситуация осложнялась еще и тем, что из-за неполадок с контактной сетью стали троллейбусы. Снегопад, который начался в Самаре еще в выходные, тоже внес коррективы в дорожный трафик. Справились с его последствиями дворники и как оценили их работу в городской администрации, знает Марина Матвейшина. В понедельник рабочий день самарских дворников начался раньше обычного из-за снегопада, который обрушился на область в выходные. За это время выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков. Ситуация не критическая, но она выявила слабые места. Оценивает работу коммунальных служб и служб благоустройства Олег Фурсов на оперативном совещании в администрации. Я проехал через два района, трех дворников нашел, которые вышли только-только на работу. Ну о чем это говорит-то? Я кого убеждал весь этот год вас? Почему эта информация не доходила до подчиненных? Почему не доходила до работников? Значит возьмите себе в норму снегопад, значит выходите не в 8 утра, там в 5 утра, в 4 утра. Главам районов Олег Фурсов поручает организовать работу так, чтобы никакие погодные сюрпризы не могли помешать горожанам передвигаться по городу. Уже к началу рабочего дня чистыми должны быть дороги, тротуары и подходы к подъездам. Она будет организована именно так, как сегодня требует от нас глава. Первое, будем работать, выходить в 4-5 часов утра, выводить дворников, выводить всю технику и работать. Только за выходные городская административно-техническая инспекция выписала более 300 штрафов организациям за неубранную территорию. Образцом для подражания могут стать школы и детские сады. Для них городские власти закупили в этом году более 180 снега отбрасывателей. Техника уже пошла в бой. Дети в школу идут, и хлебные машины подъезжают. Достаточно рано эти работы проходят. Мы в пятницу с руководителями общались, еще раз всем напомнили о том, что начинается период снегопада, чтобы они уже свою всю технику подготовили. Если справляются дворники у школ быстро, а это должно быть в 10 раз производительнее, значит, можно, наверное, рассматривать вопрос об аренде людей с техникой, близлежащим управляющим компаниям для того, чтобы помогать им в российских тротуарах. Но все должно быть по согласованию с департаментом образования, по согласованию с людьми. Это, конечно, должна быть дополнительная плата. Но техника должна работать. В этом году принято решение не использовать песок с солью в исторической части города – в Самарском, Ленинском, Октябрьском районах и в части железнодорожного, а также на основных магистралях. Это поможет сохранить город чистым, говорит Олег Фурсов. Вместо песка с солью будут использовать противоуглоледные реагенты. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Генная инженерия металлов, клонирование свинца и олова – это не плод воображения научных фантастов, а ежедневная работа в Самарском государственном техническом университете. Вузовской лаборатории научились делать и прочный сплав для ракетно-космической отрасли, и дизайнерские вещицы. Марианна Мирная разбиралась в тонкостях литейного дела. Вода камень режет. В специальный агрегат заливают десетилированную жидкость. Под высоким напряжением она превращается в плазму. Ионизированный газ – это четвертое состояние вещества. Такая установка позволяет быстро и с миллиметровой точностью разрезать любой металл, да так, что не останется ни одной зазубринки. Сто лет назад для того, чтобы разрезать металл и как-то его обработать, менялись обычные инструменты, напильники, какие-то пилы. В данном случае уже применяются высокие технологии концентрированных потоков энергии, которые позволяют добиться более лучшего качества реза, высокой производительности. В литейном цехе технического университета студентов учат не только резать, но и плавить железо. Небольшая печка превращает плотный сплав в жидкость, которую заливают в форму. Сейчас мы расплавим свинец, осуществляем загрузку шехты, так скажем. То есть у меня есть небольшие такие образцы свинца, загрузим их в печь, расплавим, потом зальем. Свинец имеет низкую температуру плавления, порядка 327 градусов Цельсия. Поэтому буквально 10-15 минут у нас будет готов расплав. Сплав должен быть легким и прочным, с уникальными эксплуатационными свойствами. Не ржаветь, не ломаться, обладать пластичностью. Именно такие составы разрабатывают на кафедре литейных технологий в Самарском государственном техническом университете. Многие годы факультет сотрудничает с крупнейшими заводами по направлениям автомобилестроения и ракетно-космического кластера. Мы называем технологией генной инженерии в сплавах. Мы управляем структурой. Надо мелкую. Мы можем обеспечить мелкую структуру. Надо крупную. За счет структуры. А знаете, мне неожиданно пришла мысль, чем бы я сравнил с клонированием. Мы управляем, мы генетикой занимаемся. Мы генами управляем в сплавах. Есть гены в жидком металле. И мы знаем, как ими управлять. Кроме высокотехнологичной работы, студенты занимаются художественным литьем. Из металлов можно сделать и бюст президента, и герб Самары. И, возможно, когда-то статуэтки тоже начнут делать из особо прочных сплавов, которые смогут отправиться в космос. В Самаре выбирают лучшего студента года страны. В областной столице проходит финал российской национальной премии. Принять участие в конкурсе приехали 300 человек из разных регионов. Все студенты сначала прошли заочный отборочный этап. Теперь участники борются за симпатии компетентного жюри. О фаворитах конкурса сюжет Лариса Шалафаст. Я встретил их, ребят, с которыми мы с нуля начали строить студенческое телевидение. Этот презентационный ролик студент Самарского госуниверситета Алексей Юртаев подготовил специально для всероссийского конкурса. Во втором этапе в номинации «Лучший журналист» он единственный участник из Самарской области. Алексей стоял у истоков студенческого телевидения в своем вузе. Уверен, участие в конкурсе поможет ему подняться на новый профессиональный уровень. Смотришь на других ребят, хочешь совершенствоваться, хочется приезжать на следующий год и говорить. И хочется так, чтобы они говорили обо мне, именно, что вот какой журналист растет. Добрый день в студии 33-го канала. Пижама. Пижама. На конкурс Анна Жугор приехала из Ростовской области. По образованию юрист, по призванию журналист. Новости на местном телеканале ведет несколько лет. Лучший студент года для Анны – первый профессиональный конкурс. Появляется чувство гордости, когда ты общаешься с этими людьми, и здесь не чувствуется конкуренция. То есть все люди абсолютно между собой равны. Мы в свободное от конкурса время, что самое приятное – делимся друг с другом опытом. Лучших студентов выбирают в десяти номинациях. Среди них – доброволец года, творческая личность года, спортсмен года. Они соревнуются за то, чтобы быть лучшими в инновациях, или лучшими в средствах массовой информации, или лучшими, допустим, в науке. Это приводит к тому, что студенты смотрят, как что есть в других регионах, ну и, соответственно, подтягиваются за уровнем регионов-лидеров. Лучшего студента года объявят 17 ноября. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События. 32 ветерана, 32 уникальные истории. Не все воевальны передовой, многие, будучи подростками, работали в Тулу, создавая для армии самолета, танки и оружие. В окопе Лилстанка эти люди-герои, спасшие не только страну, но и весь мир от кошмара фашизма. В Самарском доме журналистов наградили участников фото-выставки «Память героям Великой Победы посвящается». Сегодня почетные грамоты вручили студентам факультета журналистики, которые общались с ветеранами войны и записывали их рассказы. Все собранные материалы можно увидеть в рамках фотопроекта. Для будущих журналистов эта выставка – уникальная возможность узнать о войне из-за тех, кто видел ее собственными глазами. «Это большая честь для меня познакомиться с героями. Я благодарна им за все. Они истории, писать очерки о них было очень интересно, но и трудно, так как слезы нужно было предотвратить. Это честь, это огромная честь». «Общение с этими людьми – это дорогого стоит. Это обязательно надо продолжать. И год 70-летия Победы завершается, но работая с ветеранами, не будет она завершена этой акцией. Мы договорились и с журналистами, и с фото-журналистами. Если кто-то хочет написать о ветеране, сфотографировать, наша ветеранская организация окажет всемирную помощь. И мы вместе сделаем так, что этих людей, эти люди никогда не будут забыты». Рассказ и впечатления молодых людей о ветеранах смотрите в эфире нашего телеканала. Телекомпания «Самара Гиз» подготовила проект, посвященный героям Великой Отечественной войны. А теперь коротко о других событиях сегодняшнего дня. Готов проект планировки и межевания территории Стрелки, рек Волга и Самара. Разыграны госконтракты на проектирование инженерных коммуникаций, благоустройство территории и берегоукрепительные работы. На месте завода Клапанов планируется построить жилые дома. Здание Самарского электромеханического завода останется, поскольку отлично вписывается в среду Стрелки и формирует всю Хлебную площадь. Хотя само производство будет перенесено в другое место, а в бывшем элеваторе разместят гостиницу. Из села Рождествено спасатели эвакуировали на левый берег Волги беременную женщину, у которой начались преждевременные роды. На то, чтобы доставить ее на противоположный берег, ушло 40 минут. Операция прошла успешно. В Самаре женщину передали врачам скорой. Три человека пострадали в аварии в Комсомольском районе Тольятти. ДТП произошло на въезде в район из зеленой зоны. Водитель Лады не справился с управлением, машину занесло, и она оказалась на полосе встречного движения. Там она столкнулась с опелем, от удара обе машины вылетели на обочину. Пострадал водитель и трехлетний ребенок, которые находились в салоне «Опели». Также травмы получила пассажирка «Десятки». 50 миллионов рублей пытались получить в банке по поддельному паспорту шестеро самарцев. Мужчины в возрасте от 24 до 60 лет. Все они были задержаны. Среди них и ведущий менеджер банка, в котором замышлялось мошенничество. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых могут привлечь к ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Совершенная группа элитс по предварительному сговору. Последние самарские туристы возвращаются из Египта. В областную столицу прибыло три рейса. Они доставили 300 человек, в том числе 60 детей. Все туристы вернулись с ручной кладью. На борт можно было взять только одежду. Ориентировочная дата доставки багажа в Самару – 20 ноября. А в минувшее воскресенье самарский аэропорт уже принял два рейса с вещами туристов. Еще одна награда в копилке «Самары ГИС». Программа нашего телеканала победила на всероссийском конкурсе «Семья и будущее России». Конкуренция была жесткая. Из 500 заявок в финал вышли 80. Проект Инессы Панченко «Право на маму» уверенно занял первое место. Коллегу поздравила Лариса Шалафаст. У Сонечки есть брат и две сестры. Девочка их часто вспоминает. Она теплый домашний ребенок. И ей одиноко в казенном сиротском учреждении. Героиней программы «Право на маму» Сонечка стала совсем недавно. А уже спустя пару недель после эфира у малышки появилась новая семья. Сонечка не единственный ребенок, кому удалось помочь. За три года создатели программы на телеканале «Самары ГИС» рассказали о судьбах 160 ребят. 135 из них уже нашли маму и папу. «Право на маму» не раз становилось победителем конкурсов и фестивалей разного уровня. Работу Инессы Панченко высоко оценили на всероссийском конкурсе «Семья и будущее России». Он проводится уже второй год. В этот раз заявки подали 500 участников со всей России. Премия присуждается в четырех номинациях – радиожурналистика, интернет-издание, печатные СМИ и тележурналистика. В общей сложности жюри рассмотрело почти 6000 материалов. Программа «Право на маму» обошла 80 финалистов и завоевала первое место. «Мне очень часто говорят, как вы можете переносить все эти негативные эмоции. Мы бы все время плакали. Нет смысла плакать, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Позитивного в нашей программе очень много. И вообще, что может быть позитивнее новости о том, что ребенок перестал быть сиротой и перешел в статус сына или дочери? Получать награды всегда приятно, говорит Инесса Панченко. Но признается, гораздо важнее узнавать, что благодаря твоей работе еще один человек на земле стал счастливее. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Ежедневно в мире рождаются почти 350 тысяч детей. Львиной доли приходится на чадолюбивые Азии и Африку. И только 5% появляются на свет в, казалось бы, более благополучных западных странах. Европейские женщины делают карьеру и медлят с рождением наследника, боясь не справиться с нагрузкой. Так же рассуждала и наша землячка Татьяна Берестенева, решаясь на первого ребенка. Но вдруг счастье обрушилось на нее в тройном размере. И самое поразительное, она справилась. Виктория Шарая, которая сама удачно сочетает карьеру и двух детей, все же поразилась. И как молодая мама все успевает. Татьяна Берестенева никогда не думала, что станет матерью троих детей. Да еще в одночасье. Делиться сразу и не поняла, почему на очередном УЗИ вокруг нее начался вдруг ажиотаж. Когда она делала УЗИ, она сначала говорит двойня, потом, значит, такая еще дальше водит тройня. Я вообще сначала думала, что она имеет в виду какой-то свой, там, медицинский другой термин. Заподозрила неладная Татьяна только когда врач-УЗИст стала названивать коллегам и просила их срочно прийти в кабинет. Я вообще сначала восприняла это как шутку. Но потом вот там столпилось несколько человек, все начали рассматривать, говорить, ой, какая прелесть. Так я вот, когда мне повернули этот, ну, как бы монитор, вот я прелести особо там не увидела, что там прелестного, не знаю. Татьяна признается, когда прошел первый шок, поняла, что счастлива. Вот только боялась муж, восторгов не разделит. Оказалось напрасно. Чтобы прокормить внезапно разросшиеся семейства, папа Леша целыми днями работает, а вечерами помогает жене с дочками. Татьяна решила его поддержать. По образованию она педагог-вокалист, так что теперь дает уроки вокала на дому. Девочки Валерия, Варвара и Полина, пока мама работает, развлекают себя сами. Татьяна говорит, будущую профессию дочки выберут себе сами, когда вырастут. Хотя признается, все-таки хочется, чтобы хоть одна из них пошла по ее пути и стала музыкантом. Я им включаю здесь музыку разную, мы разные инструменты с ними слушаем. Каждый день у них звучит разная музыка и в магнитофоне, то есть там и классика, и не классика, и детские песни я им включаю. Разные на разных языках, то есть чтобы дети развивались, чтобы они слышали, что это есть. В октябре девочкам исполнился год. Они уже проявляют свой характер, солирует Лера, прирожденный лидер. Конфликты сестер смягчает покладистая Полина, а Варюша тем временем строит глазки всем приходящим в гости и вовсю кокетничает. Впереди у девочек волнующее событие – первая новогодняя елка. Юные модницы уже готовятся, примеряют наряды, которые шила для них любимая бабушка Оля. Виктория Шарая, Константин Головин, События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». У хоккейной «Лады» появился главный тренер. В Самаре выходные стартует чемпионат страны по боксу. Самара станет столицей российского бокса. А на неделю, начиная с предстоящей субботы, на ринг МТЛ-арены будут выходить лучшие бойцы страны, чтобы выиграть не только титул чемпиона России, но и путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия. За сборную Самарской области выступят 14 боксеров из Новокуйбышевска, Тольятти, Безенчука, Чапаевска, Жгулевска, Сызрани и Самары. Сборная 63-го региона составит конкуренцию чемпионы и призеры Европы, мира и Олимпийских игр. Наши спортсмены имеют шансы туда попасть, мы за них будем очень болеть. На этом чемпионате у нас будет участвовать Василий Веткин. На него, конечно, большие надежды. Он чемпион России 2013 года, лучшим боксером признан на чемпионате России, серебряный призер чемпионата России 2014 года. Это наша надежда, но есть у нас еще Руслан Йолдашев, это тольяттинский боксер. В 2013 году он был бронзовым призером чемпионата России. Главным тренером хоккейной лады назначен латвийский специалист. До этого Артис Абл сносил приставку исполняющей обязанности. В команду его пригласили летом на должность тренера. После отставки прежнего главного тренера Сергея Светлова под руководством Аблса лада держала 8 побед в 10 последних матчах и смогла уйти с последнего места на востоке континентальной хоккейной лиги. Сейчас автозавод с 11-й, лидер Новосибирская Сибирь. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самарегис в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»